Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале первое видео авторыновых. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете интересную и полезную информацию о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на автомобиле, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль, на который точно обратит внимание человек, ищущий себе левый руль-автомат. Эта модель продавалась с достаточно неплохими тиражами в Европе и в Японии, но в России ему пришлось проиграть конкуренцию собственному же собрату по концерну, а конкретно автомобилю Toyota Camry. Тем не менее, Avensis в кузове T250 достаточно распространены, в том числе и на вторичном рынке. О том, какие подводные камни могут быть при покупке поддержанного Avensis и могут ли быть вообще, мы с вами сегодня и поговорим. Toyota Avensis в кузове T250 выпускалась с 2003 по 2009 годы. В 2006 году автомобиль прошел через рестайлинг, в ходе которого освежили внешность, поправив форму бамперов противотуманных фар, добавив повторители на боковые зеркала, а также внеся ряд усовершенствований по технической части, что положительным образом сказалось на ресурсе и надежности автомобиля. Что касается силовых агрегатов, если не брать в расчет европейские спецификации с достаточно редкими в наших краях дизелями, то российские Avensis шли с тремя вариантами силовой установки. Это бензиновые двигатели объемом 1,8 литра на 129 лошадиных сил, объемом 2 литра на 147 лошадиных сил и объемом 2,4 литра на 163 лошадиные силы. Первые два агрегата сочетались либо с 4-ступенчатой автоматической, либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Если же вы покупали максимальный двигатель объемом 2,4, коробка могла быть только автоматическая на 5 ступеней. Что касается привода, на российский рынок эти автомобили поставлялись только в варианте ведущие передние колеса. Ну а кузова могли быть либо седаном, либо универсалом. Несмотря на то, что этот автомобиль формально относится к классу ниже Toyota Camry и сам по себе покомпактнее, но достаточно длинная колесная база в 2,7 метра позволяет задним седокам не чувствовать себя ущемленным в плане пространства от слова совсем. А объем багажника в 520 литров у седана также является весьма пристойным показателем. Наш сегодняшний экземпляр – это 2006 год Dory Style с мотором 2,4 литра в максимальной комплектации с 5-ступенчатой автоматической коробкой передачи. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество окраски, а также про то, насколько этот кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям, в которых использование антигололедных реагентов на дорогах в некоторых регионах становится повсеместным. По части толщины лакокрасочного покрытия Avensis – это вполне типичный японский автомобиль, и показания толщиномера при проверке подобного автомобиля будут лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Качество окраса изначально с завода весьма неплохое, но с поправкой на возраст автомобиля, а ведь самый молодой Avensis разменял в этом году 13 лет, сколы и царапины на кузове практически неизбежны, особенно что касается кромки капота, передних стоек и верхней кромки лобового стекла. Сопротивляемость коррозии у Avensis в кузове Т-250 весьма на уровне. Он далеко не хуже, чем многие свои одноклассники. Но это относится к безаварийным автомобилям, которые ни разу в своей жизни не проходили через восстановительный ремонт. И с большой долей вероятности найти Avensis в заводском окрасе будет та еще задача в реалиях 2022 года. Помимо стандартных вещей, таких как нижние кромки дверей, задние арки, пороги, на Avensis крайне рекомендуем также внимательно просмотреть подкапотное пространство на предмет отсутствия коррозии по сварным швам. Ну и конечно же обращайте внимание на целостность силовых элементов кузова. Как уже было сказано, найти Avensis в заводской краске задача крайне сложная, но не прикупить себе затоталенный автомобиль со стрелянной безопасностью вам вполне под силу, проявив некоторую бдительность при осмотре. Что касается салона, то даже на возрастных Avensis, как правило, проблем по электрооборудованию особо-то нет. Из вещей, которые мы точно рекомендуем проверять при осмотре подобного автомобиля, то есть которые довольно часто на них попадаются, это неработающие кнопки на руле по причине выхода из строя контактной группы, кондиционер, который в данном случае достаточно часто не работает по причине выхода из строя самого компрессора кондиционера и на ранних партиях автомобилей дилеры даже меняли этот узел по гарантии. Ну и в целом климатическая установка, которую желательно прощелкать по всем направлениям и скоростям обдува и убедиться, что все работает корректно. Причиной проблем в работе климатики в данном случае чаще прочего становятся сами электроприводы заслонок. Ну а теперь поговорим про подкапотное пространство Avensis в 250-м кузове. На российский рынок эти машины, как уже было сказано во вступлении, поставлялись с тремя вариантами бензиновых двигателей. Младший в этой линейке имеет объем 1,8 литра и мощность 129 лошадиных сил. Это 1ZZFE, рядная четверка, алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. По своей конструкции, по сути дела, этот двигатель ничем особо сложным не выделяется. Привод ГРМ здесь цепной, гидрокомпенсаторов нет, поэтому зазоры клапанов по регламенту нужно регулировать раз в 100 тысяч километров подбором толкателей. А из элементов, усложняющих конструкцию, можно отметить разве что фазовращатель на впускном валу. К плюсам 1ZZFE можно отнести, например, неплохую топливную экономичность. Ну и второе, хон на чугунных гильзах держится достаточно долго. Однако есть и пара минусов, особенно они касаются автомобилей, выпущенных до 2005 года. Пожалуй, самым основным недостатком мотора 1ZZ можно назвать его склонность подъедать масло. Это особенно касается двигателей, выпущенных до 2005 года, когда компания Toyota провела работу над ошибками и модернизировала поршневую группу. Причина большого расхода масла, как правило, залегшие кольца, которые в данном случае имеют не совсем удачную конструкцию и, по большому счету, способны залечь даже на детских пробегах в районе 50-60 тысяч километров. Для данных моторов расход смазки на угар около 500 грамм на тысячу – это едва ли не очень хороший показатель. Но в запущенных случаях двигатель может потреблять гораздо больше этого. Поэтому при осмотре подержанного экземпляра, во-первых, лучше уточнить, менялся ли на данном автомобиле двигатель на контрактный, если да, то как давно. И, собственно говоря, диагностика после этого все равно не перестает быть обязательным этапом. Как минимум, автомобиль имеет смысл разгазовать и посмотреть на примесь масла в выхлопе. Ну а лучше, конечно, не поскупиться, и в случае, если продавец не готов дать вам какие-либо гарантии в этой части, потратится на диагностику на сервисе. На один ZZ FE также не отличается повышенной долговечностью цепь ГРМ. И к пробегу порядка 160 плюс-минус тысяч километров она уже может подрастянуться. Примерно к этому же пробегу может потребовать и замены муфтовозавращателя, которая возвестит о скором характерном факте ремонта треском при утреннем запуске. В случае, если вам повезло купить Toyota Avensis с мотором 1.8, которая не ест масло, и где двигатель в целом чистый и находится в исправном состоянии, то обеспечить ему максимальный срок службы вы сможете, сократив интервалы замены масла, хотя бы до 7500 километров. А также необходимо следить за тем, чтобы система вентиляции картерных газов у вас работала исправно. И кроме того, этот мотор очень не любит перегрева. Так что внимательно следите за частотой системы охлаждения. Что касается двух старших моторов объемом 2,2,4 литра, они носят индексы 1АЗ-ФСЕ и 2АЗ-ФСЕ, соответственно. И по большому счету конструктивно эти двигатели идентичны. Отличаются они, соответственно, рабочим объемом. И на 2АЗ-ФСЕ на 2,4 литра присутствует блок балансирных валов, которого на двухлитровом моторе нет. Конструктивно оба этих двигателя представляют собой рядные четырехцилиндровые агрегаты. Блоки цилиндров из алюминия, гильзы чугунные, привод ГРМ цепной, ресурс этой самой цепи, которая, кстати, здесь стоит еще роликовая, хоть и однорядная, за 150 тысяч километров пробега. Но обычно первые звоночки начинаются уже где-то к 160-180 тысячам. В обоих двигателях есть фазовращатель на впускном валу, блок вихревых заслонок, которые позволяют оптимизировать работу системы впуска, установленной между впускным коллектором и, собственно, головкой блока цилиндров. Правда, в отличие от автомобилей Ford или Mazda с вихревыми заслонками, здесь, как правило, проблем нет в плане люфтов оси и так далее. Единственное, что иногда подводит владельцев овеситься, это выход из строя непосредственно самого клапана, управляющего поворотом оси заслонок. В этом случае изменение поведения автомобиля вы можете даже и не почувствовать, но в компьютере будет висеть ошибка по этим самым заслонкам. В этом случае клапан, конечно, придется поменять. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае топливная система. И 2-литровый, и 2,4-литровый МАЗ в данном случае имеют прямой впрыск топлива. Здесь есть топливный насос высокого давления и, соответственно, недешевые форсунки. В целом, стоит отметить, что по большому счету проблемы с ТНВД и форсунками в данном случае возникают только по причине некондиционного топлива. Поэтому, если в регионе, где вы эксплуатируете автомобиль, с качеством топлива все более или менее нормально, литера D4 на крышке двигателя не должна отпугивать вас от покупки подобного автомобиля. Тем более, что в случае с АЗ-ами по части поршневой группы все обстоит более или менее благополучно. При должном обслуживании эти агрегаты способны отработать до 350 тысяч километров пробега. Однако на пробегах за 200 здесь также может начинаться расход масла. До 2006 года здесь была также и еще одна проблема. Впоследствии компании Toyota устраненная. Проблема была связана с тем, что при перегреве вытягивала болты крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Все это сопровождалось, соответственно, разрушением резьбы, а в плане симптомов проявлялось в лучшем случае в виде обширной течи по стыку головки блока цилиндров и самого двигателя со стороны моторного щита, что хорошо видно при осмотре на подъемнике, либо, что хуже, данная проблема могла привести как к нарушению герметичности силовой установки и попаданию выхлопных газов непосредственно в систему охлаждения, что видно потому, как двигатель газит в расширительный бачок. Ну а также это могло привести к попаданию масла в антифриз или антифриза в масло. В процессе модернизации компания увеличила резьбовую часть болтов крепления и проблему победили. Однако при осмотре автомобиля ранее 2006 года выпуска обязательно обратите внимание на то, чтобы правая сторона двигателя, обращенная к моторному щиту, не имела следов утечки технических жидкостей. Так что при покупке обязательно проверьте автомобиль с запуском на холодную, чтобы не было посторонних звуков со стороны муфты ВВТИ, со стороны цепи. Также посмотрите на сухость силового агрегата, а также разгазуйте автомобиль и посмотрите очевидное на предмет расхода масла. Кстати, за частотой дроссельной заслонки на АЗ нужно следить точно так же, как и на 1ZZ. И симптоматика будет вся та же самая. Ну а если дело дойдет все-таки до замены двигателя на контрактный, имейте в виду, что вариант 1AZ FSE устанавливался на очень большое количество автомобилей, включая, например, RAV4, включая Toyota Gaia, чисто японскую модель и так далее. И проблем с поиском контрактного агрегата, в принципе, возникнуть не должно. Но если речь идет про 2AZ FSE объемом 2,4 литра, то эта силовая установка была предназначена практически эксклюзивно только для 250-го Avensis. И с поиском бушных вариантов может быть посложнее. Что касается коробок передач 250-го Avensis, то в данном случае могло быть три варианта. И первый из них с двигателем 1,8 либо 2 литра, это 5-ступенчатая МКПП. Механика на Avensis сама по себе на самом деле, ну, не сказать, что плохая, но и вечно эту коробку тоже не назвать. При осмотре подобного автомобиля особое внимание уделите шумовой картине при езде. В механических коробках на Avensis могут к большим пробегам выходить из строя подшипники вторичного вала, что проявится характерным гулом. И если такой симптом уже появился, то спасти трансмиссию поможет, ну, разве что переборка. Это не будет, конечно, стоить каких-то космических денег по нынешним меркам. Трансмиссию, в конце концов, можно и поменять на контрактную, но, тем не менее, это будет поводом для торга с продавцом. К большим пробегам на механике также может уже терять четкость механизм выбора передач. Ну, и особое внимание уделите также сальникам МКПП на предмет отсутствия течи. Интересно, что Toyota Avensis в 250-м кузове это, пожалуй, одна из немногих моделей, где мы бы посоветовали предпочесть автомат механической трансмиссии, в том числе и в плане ресурса. С младшими двигателями здесь агрегатировалась 4-ступенчатая гидромеханическая автоматическая трансмиссия, ну, а с двигателем 2.4, как в нашем случае, шла 5-ступка. На самом деле, при должном уходе и при регулярной замене масла, хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега, эти трансмиссии способны пережить любой из двигателей в данном автомобиле. Пробеги на этих коробках зачастую переваливают за 300-350, и даже есть экземпляры, которые отходили более 400 тысяч километров. При тест-драйве автомобиля с автоматической трансмиссией нужно обязательно проверить то, как ведет себя коробка на ходу. Конечно, старые автоматы на AVENSIS не отличаются подобной скорострельностью, как современные DSG на VAG. Но при этом данная трансмиссия хоть и слегка задумчива, но должна переключать передачи плавно, без рывков, пинков и дерганий, наличие которых может свидетельствовать о начале неполадок в самом гидроблоке, что впоследствии уже выльется в достаточно недешевый ремонт механической части подобной трансмиссии. Но, повторимся, вкупе с малолитражными агрегатами Toyota AVENSIS ресурсы этих автоматических коробок по нынешним меркам едва ли не вечны. Если говорить про ходовую часть Toyota AVENSIS в 250-м кузове, то в целом ходовку здесь можно охарактеризовать как весьма крепкую. И даже такие довольно типичные расходные материалы для любой другой модели, как, например, элементы стабилизаторов поперечной устойчивости, здесь выхаживают до 50 тысяч километров. Ну, конечно, многое зависит от того, в каких условиях машина эксплуатируется. Ресурс, например, амортизаторных стоек по меркам легковых машин так и вовсе достаточно большой. На замену амортизаторы, в случае, если речь шла об оригинальных компонентах, просились никак не раньше, чем на 150 тысяч километров. Ну, а ступичные подшипники на этих машинах где-то плюс-минус после 100 тысяч километров могли уже намекать на скорую замену. Что касается передней подвески, здесь у нас традиционные для этого класса автомобили Макферсон, причем те же самые нижние шаровые опоры в данном случае выполнены изначально съемными от рычага и поменять их можно отдельно без каких-либо заморочек. Здесь Тойота осталась верна себе. Что касается рулевых реек, на Венсисе на моторах 1.8 рейка была электрическая, ну, а на 2.2.4, соответственно, гидравлическая. Если вы смотрите машину с гидравлической рейкой, то помимо проверки на стук, соответственно, проверяйте все шланги и соединения на предмет отсутствия течей. Ну, а если речь идет про 1.8, то в основном только на стук. Самое интересное, что даже со стучащей рейкой Венсисы исхитрялись проезжать какие-то умопомрачительные пробеги. Надо отметить, что по гидравлической рейке вопросов по ресурсу как таковых нет, по электрорейке в основном все проблемы возникали на пробегах после 100 тысяч километров, но с поправкой на то, что большинство Венсисов на вторичном рынке давно уже разменяло отметку в 300 тысяч километров, в целом правильнее будет поставить вопрос так, как давно предыдущий собственник что-то делал с рулевой рейкой, где он это делал и может ли он подтвердить проведенные работы с заказ снарядами. По большому счету, проверьте, чтобы рейка на покупаемом автомобиле просто была в порядке. Ну а вот в том, что касается задней подвески, то здесь Toyota нетипично для данного класса автомобилей перемудрила. Это, конечно, не многорычажная подвеска Mercedes E-класса, где на каждую сторону приходится по 5 рычагов, но и далеко не балка, скажем, на Hyundai Solaris, где два сайленблока и по большому счету никаких проблем в эксплуатации. Задняя подвеска здесь достаточно сложная и включает в свой состав в том числе и шаровые опоры. По задумке конструкторов, эта подвеска должна обеспечить Avensis хорошую управляемость в поворотах. Делает она это или нет, понятие весьма субъективное, да, наверное, и не каждому особо нужное. Ну а вот по части ресурса про заднюю подвеску можно сказать следующее. Если на дорестайлинговых автомобилях задняя подвеска в основном начинала просить некоторые замены резиновых сайленблоков по пробегу порядка 150-160 тысяч километров, то рестайлинг автомобиля, вкупе с некоторой модернизацией, конечно же, этот порог слегка отодвинул. И теперь до 200 тысяч километров оригинальные компоненты задней подвески в целом выхаживали. Но повторимся с поправкой на средние и большие пробеги, покупая подобную машину, нужно просто проконтролировать исправность всех узлов. Кстати, как и на большинстве автомобилей Toyota, на Avensis в процессе эксплуатации нужно периодически не забывать про чистку и смазку тормозных суппортов. В этом случае тормозные механизмы не доставят вам каких-либо внезапных проблем. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Toyota Avensis? Имеет ли смысл рассматривать себе такой автомобиль для покупки или нет? В принципе, по этой модели в активе можно отметить весьма просторный хороший салон, комфортную подвеску и кузов, который весьма неплохо сопротивляется коррозии. Правда, при условии, что этот автомобиль не побывал в серьезном ДТП. Также к несомненным плюсам этой модели стоит отнести и очень долговечные крепкие автоматические коробки передач. В целом, ресурсная подвеска, несмотря на свою сложную конструкцию, также не сказать, что особо разорительна в ремонте. Ну а вот к двигателю при покупке подобного автомобиля стоит присмотреться внимательнее. Какой бы агрегат вы не выбрали, неважно 1.8, 2 либо 2.4, обязательно тщательная диагностика, дабы сразу после ремонта не начинать копить на контрактный агрегат. Можно ли рекомендовать Avensis к покупке? Да, можно, но при условии, что вы найдете неукатанную машину, что с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Но если такой экземпляр вам все же попадется, берите смело. Все-таки это Toyota из тех времен, когда машины были крепче. На сегодня это все. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие машины вы хотите видеть на наших обзорах в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если у вас был или до сих пор есть 250-й Avensis, вы ездите на нем очень долго и проехали не одну сотню тысяч километров, и, соответственно, вам есть в чем нас дополнить или в чем нас поправить, тоже пишите это в комментариях. Ведь людям, выбирающим себе такую машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня, пока!